Прямые мишени и последующие пути молекулярного водорода для выполнения множества функций. Молекулярный водород H2, также известный как диводород или газообразный водород, долгое время считался нефункциональным в клетках млекопитающих. Мы опровергли эту концепцию, продемонстрировав, что водород проявляет антиоксидантное действие и защищает клетки от окислительного стресса. Впоследствии было обнаружено, что водород помимо антиоксидантного действия выполняет множество функций, включая противовоспалительные, противоаллергические функции, а также регуляцию клеточной гибели и аутофагии. Кроме того, водород стимулирует энергетический обмен. Поскольку водород не реагирует с большинством биомолекул, без катализатора важно определить первичные мишени, с которыми водород реагирует или взаимодействует напрямую. Во-первых, водород может непосредственно реагировать сильными окислителями, такими как гидроксильные радикалы. В этом обзоре рассматриваются ключевые вопросы, связанные с этой реакцией. Водород может играть физиологическую роль, поскольку запускает цепную реакцию свободных радикалов и может участвовать в регуляции митохондриального АТФ зависимого каналирования. В последующем водород подавлял цепную реакцию свободных радикалов, что приводило к снижению перекиси липидов и ее конечных продуктов. 4-гидрокси, 2-нананэй, полученные из перекисидов, действующих как медиатор, повышающих регуляцию множественных функциональных PGK1-α. Как другая прямая мишень, водород вмешивается в цепную реакцию свободных радикалов, модифицируя окислительные фосфолипиды, которые могут действовать как антагонисты СА2-плюс-минус каналов. Возникающие в результате подавления передачи сигналов СА2-плюс инактивируют множественные функциональные факторы – транскрипции N-FAT и CREP, что может объяснить многофункциональность водорода. В этом обзоре также рассматривается участие N-FAT в полезной роли водорода при болезни Альцгеймера и прогрессирующем раке. Мы обсуждаем некоторые нерешенные вопросы действия водорода на передачу сигналов липополисахарита. Наконец, в качестве новой идеи для прямого нацеливания на водород, в этом обзоре представлена возможность того, что водород вызывает структурные изменения в белках посредством замены гидратной воды. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Здесь мы рассказываем о действиях ингаляции водорода в домашних условиях при помощи генератора водорода Амрита, который мы и производим. Подписывайтесь на наш канал.